Добрый день, друзья! Это кофейный клуб Амада. Меня зовут Алена. Мы находимся с вами в чудесной кулинарной академии Дель Густа. Меня зовут Александр. И сегодня мы будем готовить кофе. Да, мы с Александром решили провести такой небольшой эксперимент. Мы хотим приготовить кофе двумя разными способами. Первый способ – это соблюдение всех рекомендаций, всех правил кофейных экспертов. Я буду готовить по правилам. Я придерживаться правил не буду, я буду готовить так, как обычно. Да, Александр будет нарушать все правила. И в конце мы пригласим специально обычного человека, дегустатора, стороннего наблюдателя непредвзятого. Он попробует наши напитки и скажет, стоило ли оно того, стоило ли прикладывать столько усилий. Или нет. Или нет. Александр, а ты вообще как готовишь кофе дома? У тебя вообще есть какие-то правила или вообще нет никаких? Какие правила? Никаких принципов. Просто покупаю кофе, сразу уже молотый и готовлю его в турке. Ты уже принес кофе, да, подготовил? Да, я принес кофе, который купил сам. Он сразу молотый. Ничего такого. Можно было бы как-то какие-то правила к нему, критерии. А скажи, пожалуйста, ты когда покупал кофе, ты обратил внимание на дату производства? Дату производства? А на что она влияет? Она влияет на абсолютно огромное количество параметров. Вообще кофе должен быть свежеобжаренным. И кофейные эксперты говорят о том, что лучше всего, чтобы с момента обжарки кофе прошло не более трех месяцев, то есть когда мы завариваем наш кофе. Поэтому я готовлю кофе по правилам. И я сегодня возьму кофе Амада Марагаджип Колумбия. Давайте посмотрим на дату производства. 14 марта. То есть это очень свежий кофе. Из него должна получиться зубительная чашка. Вот из твоего, не знаю, что получится, но мы проводим. Я думаю, когда я сварю кофе, мне на кофейной гуще появится дата производства. Я вообще ориентируюсь при выборе кофе на аромат. То есть даже если я не знаю, какая моя дата производства кофе, я сначала вдыхаю его аромат. И вот если он для меня пахнет приятно, какой-то такой продуктовый запах, то есть там могут присутствовать нотки ягод, могут присутствовать цветочные нотки. Если мне аромат нравится, значит я считаю, что этот кофе хороший, его можно заваривать. Потому что иногда бывает, когда ты открываешь пакет, который ты приобрел, допустим, в своем супермаркете, и ты выдыхаешь аромат, и чувствуешь, что что-то не то. Либо какая-то вот прогорклость есть, либо такой запах немножко скиши, либо вообще нет запаха, такой тоже может быть, если кофе неправильно хранился, или, допустим, он долго лежал, да. То есть такой кофе я бы рекомендовала выкинуть. Алена, если я покупаю кофе, и там закрыта упаковка, как меня ощутить аромат? Вот ты знаешь, что в большинстве своем никак у себя это не получится сделать, однако у бренда Амада специальная упаковочка, вот ты можешь увидеть, здесь есть клапан. Этот клапан не позволяет впустить в упаковку воздух, но в то же время он позволит тебе ощутить аромат этого кофе, когда ты берешь его в полочке. Поэтому это очень удобно. Согласен. Ну, давайте перейдем уже к следующему этапу интересному, это помол. Здесь тоже есть свои рекомендации, давай посмотрим, какой помол у тебя. Ну, у меня помол, я сам не выбирал, точнее, я купил уже сразу такой. Угу. Ну вот мы видим, что этот помол для турки не совсем будет оптимальным, потому что он грубоват и достаточно крупный. Мы будем готовить кофе в турке, и для этого способа приготовления нужен самый мелкий помол, то есть помол должен быть практически в пыль. Должна консистенция кофе напоминать мой пыль. И у меня, как подготовленного человека, есть специальная кофемолка, и она как раз-таки сейчас нам сделает нужный помол. Ну вот мы получили помол нужного характера. Ты можешь заметить, что он очень действительно получился мелкий и действительно напоминает пыль, но все-таки это не пыль. Но все-таки, друзья, если у вас нет времени или у вас нет кофемолки, вы можете приобрести кофе Амадо вот в такой упаковочке. Он уже специально подготовлен для турки, то есть он перемолот нужным правильным способом, который идеально подойдет для приготовления кофе в турке. Вообще молоть кофе именно лучше перед его приготовлением. Ценен именно свежемолотый кофе, поскольку таким образом богаче может приступить его аромат, и кофейный букет он вполне и лучше, и виртуознее раскроется в твоей чашке. Я даже отсюда чувствую аромат. На самом деле, да, аромат вообще волшебный. Да, я еще там почувствовал. Давай теперь приступим, наверное, уже непосредственно к заветному этапу приготовления. Ты как собираешься это делать? Сколько будешь класть ложечек кофе? Я думаю, ложечки две. Ложечки две? Открыть себе секрет, как правильно это делать. Я прав? Ну, примерно, да. На самом деле, рекомендация такая от кофейных экспертов. Один грамм кофе на каждые 10 миллилитров воды, которую вы используете. Поэтому, ты есть сколько больше воды наливать? На глаз. На глаз. Так. На самом деле... А ложечек кофе сколько ты сейчас накладываешь? А подсмотреть можно? А вот нет, нужно чисто от эксперимента соблюсти. У тебя же авторский способ, breaking rules. Окей. Тогда у нас, получается, две ложечки с горочкой. Ну, я тебе могу сразу сказать, что я положила чуть больше. Наверное... А, с горочкой. Да. Тогда у нас равное количество кофе. Так. Теперь по поводу воды. Ты собираешься сейчас уже потянуться к чайнику и хочешь заливать? Сначала я думал вообще про специи. Про специи. Хочешь добавить специи? Да. Ты уверен? Я очень хочу. Какие? У меня здесь мускатный орех. Мускатный орех. Который тоже выглядит как пыль. Настоящий. А я, ты знаешь, очень люблю корицу. Мне кажется, она изумительно подчеркивает вкус кофе. Поэтому я добавлю корицу. А ты не подглядывай, сколько ты умеешь класть? Я самую-самую щепоточку на краешке. Ну, прям совсем-совсем чуть-чуть. Для аромата? Я тоже чуть-чуть. И ты знаешь, я, наверное, сделаю вот что. Я добавлю сахар. Я люблю кофе с сахаром. Ты как, сахаром пьешь? Я потом добавлю. По вкусу. Потом? Угу. Вот, ты знаешь, есть такой секрет приготовления от кофеинка. У нас много экспертов, что сахар и специи, в принципе, мы с тобой сейчас правильно сделали. Нужно добавлять в кофе, смешивать именно вот на этом этапе, когда мы засыпаем все в турку. Угу. Как раз-таки, если бы ты добавил сахар вот на этом этапе, он бы тебе дал во вкусе такую, знаешь, карамельную сладость. Он бы не перебил, не испортил бы кофе. Но, тем не менее, мы посмотрим, что у тебя получится. Не надо грубить сахаром. Да, я абсолютно ничего не запрещаю. Так, теперь время наливать воду. У тебя чайник, правильно? У меня чайничек, конечно. У тебя там какая вода? Горячая? У меня теплая водичка. У тебя она горячая, я тебе хочу сказать. Она горячая. Она горячая, но, наверное, не кипяток. Но ощутима, действительно, ощутима вода горячая. И опять-таки, это нарушение правил, Александр. Потому что кофейные эксперты нам что говорят? Они говорят, что лучше брать воду прохладную, холодную, но не ледяную и не кипяток. В принципе, у тебя не кипяток. И не кипяток. Не кипяток, но горячая. Наливаем. Ты сколько наливаешь? Я... Ты на глаз? Как обычно. На глаз. Так, ну-ка сколько? Ну смотри, у тебя, кстати, глаз-то хорошо, в принципе, берет пропорции. А у нас не были. Вот, потому что нужно как раз-таки наливать воду, ориентируясь вот на эту самую узкую часть вот конуса, сужающегося кверху турки. И я на этом моменте сделаю еще одну вещь, на самом деле. Я все, что у меня содержится в турке, вот сейчас на этом этапе я перемешаю очень тщательно. Для чего это нужно? Для того, чтобы уже в процессе приготовления кофе у меня кофе не слипся комочками, а каждая вот частичка, каждая маленькая его частичка отдала все эфирные масла, стала взаимодействовать с водой, и вкус кофе максимально бы раскрылся в нашей чашке. Насколько я помню, у меня помол более грубый, поэтому я не вижу смысла, у меня там ничего не слиплось. Ну и теперь самый ответственный этап. Мы начинаем варить наш кофе. Мы варим его вот в такой песочнице. Это емкость, она наполнена у нас песком. Он уже очень хорошо нагрелся, горячий. И сейчас мы туда вот так вот смело опускаем наши турки, закапываем их, так скажем, углубляем, делаем такие для них гнездышки. Вот я тоже твой кофе прикопаю чуть-чуть, я позабочусь о нем, все-таки хочу его спасти. Что дальше делаем мы? Как ты думаешь? Я думаю, ждем. Правильно. Вот смотри, вот ты интуитивно же вот следуешь всем кофейным рекомендациям. Дома не у всех есть вот такая чудесная песочница, и дома, конечно же, в домашних условиях можете воспользоваться электрической плитой или газовой плитой. То есть, в принципе, это тоже все подходит. Главное, чтобы огонь был не максимальный, лучше делать огонь такой средний. Александр, кстати, как мы помним, залил свой кофе горячей водой, поэтому по логике вещей у него кофе должен приготовиться быстрее. Но будет ли это лучше, Александр? Я вот сомневаюсь. Знаешь почему? Потому что у кофе есть определенное время приготовления, в течение которого он максимально отдает свой аромат и вкус чашки. Поэтому если ты это время насильственно уменьшаешь, заливая кофе горячей водой, ты не даешь букету кофе раскрыться в полной мере, так как он мог бы раскрыться прекрасно в твоей чашке. Друзья, еще есть одна важная рекомендация, которую я хочу рассказать. Это то, что кофе, вот мы поставили турку на огонь, на плиту или в нашу песочницу, и действительно больше ее не трогаем, потому что некоторые начинают перемешивать этот кофе. этого делать не нужно. Нужно дать физике, химии сработать. Вот мы видим, что кофе Александра начинает красиво, очень красиво закипать. Ты не хочешь ли уже его снять, или ты хочешь, чтобы он прям вот закипел, закипел? А я не знаю, это же твой способ приготовления, ты мастер. Пожалуйста. Ты считаешь, что готово? Конечно, я даже аромат чувствую. Я тоже чувствую, но мне кажется, что так был глухой, это мой кофе, честно говоря, потому что вот у меня, по-моему, что-то, какое-то волшебство творится в турке. Очень-очень такая красивая золотистая пенка образовывается. Мы должны подождать момента, когда она поднимется. Но мы ни в коем случае не должны дать кофе закипеть. Ждите, а я пока налью свой кофе. Ну, цвет приятный, такой насыщенный. Больше не могу ничего сказать. Как по аромату. Хороший кофе. Вот, я бы пил. Можно мне пить? Конечно. Класс. Ну, про горку, если же есть, ну, признайся. Ну, есть вот, ну, перегорел у себя кофе. Посмотрим, как у вас, господин эксперт. Так, вот у меня уже кофе. Я вижу, что готов. Вот идеальный момент. У нас шапочка поднялась, но я не дала напитку закипеть. И теперь мы переливаем его в чашку. И вот у нас наступает самый ответственный момент. Это момент пробы. И мы как раз приглашаем эксперта, нашего дегустатора, который оценит вкус напитков и скажет, вообще стоило ли оно того. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, пробуйте кофе. Ну, что же, попробуем. Визуально я могу сказать, что один из них более красивый. Он с коричневой красивой пенкой. Таким должен быть кофе. Ох, аромат волшебный. Аромат шоколада, специй. Мне кажется, здесь корица. Я угадала? Так, а теперь понюхаем вторую чашку. Ну, мягко скажем, здесь аромат не такой, как в первой. Здесь я чувствую аромат немножко прогорклого масла. Ну, давайте пробовать на вкус. Да. Если что, это специи. Вторая чашка кофе. Кофе горький. Он не очень насыщенный. Ну, это такой средний кофе. Ну, его можно пить. Давайте сравним со вторым. Ох, вот это я понимаю. Божественный вкус. Здесь есть сладость. Здесь есть специи. Здесь есть шоколад. Ну, безусловно, этот кофе победил. Александр, чья же чашка победила? Та, что с сахаром. Та, что приготовлена согласно рекомендациям кофейных экспертов. То есть наши старания действительно были не зря. Спасибо, что попробовали. Спасибо вам за вкусный кофе. Друзья, если вы хотите больше узнать о кофе, о способах его приготовления, о различных секретах, то вступайте в клуб Амада. Как это сделать, будет написано под видео, в описании. В нашем клубе мы проводим арт-вечеринки. Вы обязательно будете получать приглашение на них, участвовать в розыгрыше подарков и призов. И еще раз, описание правильного способа приготовления кофе и неправильного тоже мы оставим под видео, в описании. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.